Сегодня 13 августа свое 20-летие отмечает Российская телевизионная и радиовещательная сеть. Самая крупная в мире цифровая сеть эфирного телерадиовещания. Каких результатов достигла РТРС к своему юношескому возрасту в репортаже Аллы Динаевой. Российская телевизионная и радиовещательная сеть. Очень крупная организация. В нее входят 75 филиалов, которые расположены во всех регионах России. Итог работы за 20 лет – это, конечно, создание сети цифрового эфирного телевизионного вещания. В десятые годы началось строительство. Была создана федеральная целевая программа, разработанная правительством Российской Федерации. И по указу президента единственным исполнителем этой программы была назначена российская телерадиосеть. В результате этой деятельности и строительства данной сети было построено 5040 объектов по всей территории России, которые вещают и размещают 10 434 телевизионных цифровых передатчиков. А в нашей республике возвели 45 объектов телевизионного вещания, и 99,8 жителей Крачево-Черкесии получили цифровое эфирное вещание. РТРС внесена в перечень стратегически важных объектов. Наши объекты используются всеми силовыми структурами. У нас размещается оборудование и Министерство обороны, оборудование ФАПСИ, оборудование ФСБ, все операторы связи. Участвует оно у нас в аэронавигации. Что касается радиовещания, в 2018 году 1200 радиовещательных объектов было модернизировано на территории нашей республики. 16 объектов передатчиков Радио России переведены в ФМ-диапазон. В городе Черкесске смонтированы передатчики радиостанции «Маяк» и радиостанции «Вести-ФМ». Таким образом завершили программу по модернизации. А это зал мониторинга, где дежурные оперативного управления и дежурные цеха Черкесск контролируют всю сеть по республике теле- и радиовещания. Целый день вы смотрите, можно сказать, на мониторах практически все вещание. Потом есть дома желание смотреть телевизор? Ну как, работаю 27 лет. Знаете как. Домой приходишь как бы на автомате все. Здесь на автомате все смотришь, пропадание где-то, что-то уже все сконцентрировано, внимание. Кто работал здесь? Папа. Папа, он работал здесь с 81-го года. На пенсию ушел, почти 80 лет ему было уже. Мы продолжаем. Ну и брат работает еще. А вы сколько лет работаете? 25. С региональными властями заключен договор по тому, что мы выдаем сигналы экстренного оповещения населения ГОЧС. То есть при необходимости оповещения населения нам приходит заявка от МЧС. И дежурная оперативная смена занимается выдачей этих сигналов в эфир по всей республике. Самая крупная в мире цифровая сеть эфирного телерадиовещания отмечает 20-летие. А основная задача профессиональной и слаженной команды – это качественная эксплуатация созданной сети и не останавливаться на достигнутом. Я бы хотела поздравить всех работников российской телерадиосети с замечательным праздником. Пожелать им выполнения всех намеченных планов, которые у нас амбициозные, планы большие. И я думаю, они будут успешно решены. Безусловно, хочется пожелать, чтобы контент, который распространяют наши технические средства, содержал больше позитива. И телезрителям мы приносили хорошие вести, добавляет директор филиала РТРС Жанна Ткаченко. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия.